Мой прапрадедушка Филипповский Ефим Давыдович Он родился в 1898 году. В 43 года он был призван на войну. Мой дедушка был санинструктором стрелковой дивизии. Один раз с поля боя он вынес 47 тяжелораненых бойцов. За этот подвиг он был награжден Одином Красного Знамени. После он вернулся домой и прожил долгую и счастливую жизнь. Он умер в 1996 году в возрасте 98 лет. Я горжусь своим прапрадедушкой. Моя прабабушка Швейцарова Гедвига Альфонсовна родилась в 1920 году в Ленинграде и пережила самые трудные годы блокады родного города. Зимой были сильные морозы и люди умирали от холода и голода прямо на улицах. В те годы моя прабабушка потеряла родителей и сестру. Люди держались из последних сил и защитили от врага свой город. Моя прабабушка оставила после себя рукопись, в которой описала историю всей своей жизни в блокадном Ленинграде. На основе этой рукописи была напечатана книга, в которой есть сохранившиеся стринные фотографии нашей семьи. После войны прабабушка жила на Урале, воспитала шестерых замечательных детей и дождалась внуков. В 80 лет она умерла, так и не вернувшись в родной Ленинград. Моя прабабушка награждена медалью жителю Ленинграда и медалью за победу над Германией. Я не хочу, чтобы больше такое повторялось в нашей стране. Мой прадедушка Иван Васильевич Малышев родился в 1913 году, а в 1941 был призван на фронт. Началась Великая Отечественная война. Дома его стали ждать жена и двое дочек. Прадедушка воевал в прорыве Сталинграда, защищал Ростов и Таганрог. У моего прадедушки много медалей и орденов. Я горжусь своим прадедушком и всеми теми, кто воевал вместе с ним. В Великой Отечественной войне участвовал мой прадед Медведев Степан Алексеевич, гвардии старший сержант. Когда началась война, он проходил службу в армии. Первое боевое крещение принял в Коростине. Затем его перебросили под Сталинград, и он его оборонял. За это он получил медаль за оборону Сталинграда. Они освобождали Беларусь. Прадед рассказывал, как они были рады, когда вышли на границу с Польшей. Солдаты со слезами на глазах целовали свои пограничные столбы. Дальше они вошли в Восточную Пруссию, где взяли город Кёнигсберг. За это был награжден медалью за взятие Кёнигсберга. Победу встретил на реке Эльба. Вернулся домой из Германии через Польшу лишь 17 декабря 1945 года. Своей жизнью мы обязаны нашим предкам, которые патриотически вставали на защиту нашей Родины. Спасибо деду за победу. Я помню, я горжусь. Иванов Владимир Алексеевич. Город Таганрог, Ростовская область. Дедушка моей мамы. Мой прадедушка был настоящим героем. Он родился в 1926 году. Когда он учился в школе, началась Великая Отечественная война. После освобождения Таганрога в 1943 году он решил пойти защищать свою Родину. На тот момент ему было 17 лет, но чтобы его допустили в армию, он указал возраст больше и сказал то, что ему 18 лет. Прадедушка дошел до Германии и освобождал Берлин от фашистов. Он устранил 10 прорывов под огнем противника на линии связи и был награжден медалью за боевые заслуги. После окончания войны он вернулся в свой родной город Таганрог и прожил там всю свою оставшуюся жизнь. К сожалению, я его не видела ни разу в своей жизни, но я горжусь своим прадедушкой. И моя семья будет его подвиг предавать из поколения к поколению. Мой прадед Кашеваров Николай Семенович родился в 1908 году в городе Белгороде, а в 1941 году пошел на фронт, оставив дома жену и троих детей. На фронте он занимался тем, что чинил разные боевые припасы. И однажды, 18 февраля 1945 года, когда во время боя сломался один из танковых пулеметов, то он сам лег за пулемет, что способствовало удачному бою. Всего в период за 1941 по 1945 год мой прадед получил более семи наград. В них есть награда за отвагу, награда за оборону Сталинграда и за победу над Германией. А также у него есть четыре ордена Красной Звезды. Я горжусь своим прадедом. Мой прадедушка, Глубоков Федор Паркопьевич, был летчиком, штурманом. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Совершил 28 боевых вылетов. Награжден 20 орденами и медалями, в том числе тремя орденами Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Однажды самолет прадедушки был подбит и загорелся. Федору Паркопьевичу удалось посадить его на поле. На прадедушке уже загорелась одежда. Повезло то, что рядом стояла бочка с петевой водой. Он прыгнул в нее и потушил на себе огонь. Уже после войны дедушке было присвоено звание гвардии полковник. Он продолжил летную службу и осваивал новую технику. Преподавал в летном училище в Монино. Был начальником 1-го отдела Таганрозского радиотехнического института. Я благодарен прадедушке за то, что он героически сражался в годы Великой Отечественной войны и принес победу в наш дом. Редактор субтитров А.Семкин